Слава Богу, братья и сестры! Прекрасный мы псалом спели. Этот псалом призывает нас всех к труду на Ниве Божьей, к труду в Церкви Божьей. Я прочитаю несколько стишков из Священного Писания, и мы попросим Божьего благословения на это служение. Прочитаю три стишка. Сие пишу тебе, надеясь скоро прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть в Церкви Бога Живаго, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое, благочестие, тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в Духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах, принят верой в мире, вознесся во славе. Слава Богу, братья и сестры! Мы все понимаем, что есть в Церкви столб и утверждение истины. Это да и амин. И мы все сознаем, что мы должны ходить в истине. Да благословите каждого Господь! Мы устанем на наши ноги, призываем имя Бога, помолимся. Творец неба и земли, Господь наш и Бог наш! Мы благословляем имя Твое Святое! Мы благодарим Тебя за все милости, которые Ты, Юляш, за Твои истинские благословения, Господь! Мы благодарим Тебя, что Ты нас роднил кровью Своей и Святою! И мы в Доме Твоем Божьем, в Доме молитвы, Господь! Церковь Твоя, в столбе утверждения истины, Господь! Дай нам поступать истинно и справедливо, как Ты поступал, Спаситель Бог наш! Благослови это служение! Благослови, братья и сестер, Господь! Ты всех знаешь нас! Ты знаешь выхождение и ухождение! Ты знаешь помышления наши! Ты знаешь переживания наши, Господь! И Ты знаешь сердце наше! Господи, Ты знаешь, кто готовился к этому служению! Благослови во имя Иисуса Христа! Чтобы здесь, Господь, имя Твое прославлялось! Наполняй наши уста, Господь, словами истины Твоей, Господь! И прославлением да будет во всем воле! Благослови, пребузнави, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Аминь! Благослови, пребузнави, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Благослови, пребузнави, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Благослови, пребузнави, любящий Бог, Отец и Дух Святой! Благослови, пребузнави, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Благослови, пребузнави, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Благослови, пребузнави, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Благослови, пребузнави, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Благослови, пребузнави, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Благослови, пребузнави, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Благослови, пребузнави, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Благослови, пребузнави, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Болись смелее, трудись дружней, Молись сильней и бой стройней! Опасно спать, дели грима, Опасно жить и мертвых быть! Будь сердце Бог огонь зажел, Не прячь огня себя в хранях! Благослови, пребузнави, Львови, любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой! Будь сердце Бог огонь зажел, Не прячь огня себя в хранях! Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» «Як згадаю восени Субтитры подогнал «Симон» 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 Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете. И сказал сию причту. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней и не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Ну, сруби ее, над что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ. Господин, оставь ее и на этот год, пока я окупаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее. Я зачитал текст, который мы неоднократно слушали, чули его, читали. Но я, как раз прочитывая, обратил особо внимание на эти прочитанные слова. До Иисуса Христа приходят люди. Можливо, эта подія відбувалася в Иерусалиме. И рассказывают ему новость. Галилеяне пришли из Галилеи, из півночьи Палестини в святое место, чтобы принести богові жертвы. И Пилат смешал их тела с телами жертвы. Галилеяне пришли из Галилеяне пришли из Галилеяне. И люди, мы понимаем, все были побочные люди, задают Иисусу питание. Что ты на это скажешь? Как ты на это отреагируешь? Можно было бы задать много вопросов, кто ты, Галилеяне? Почему Пилат так с ними поступил? За что? Не без того, что у евреев была завжди думка, и она у нас часто так бывает. Если кого-то достигло какого-то гора, значит наша способность уже определить. Понятно. Попался. И, может быть, у этих побочных людей была такая же самая думка, и они смотрятся, что Христос разделил с ними думку. Как может быть такая несправедливость? Галилеяне, они были под властный Ироду. Понті Пилат, он был наместник, можно сказать, агрессор, который втургнулся в Палестину, он был владником над Иудеем. И почему над этой группой побочных людей, которые жертву Богу приносят, он так жестоко сделал. Чему? Может быть, было бы задать второе вопрос. А почему Бог их не спас? Но они погибли. Он жестоко погибли. Казалось бы, Христос мог бы что-то сказать, объяснить, потому что он знает, но он добавляет еще одну новость. И говорит, как вы думаете, 18 человек, на которых упала башня Симуамская, они были грешнее за всех жителей Иерусалима, что они погибли? Уже вопрос к ним. Как вы думаете, как вы изваживаете? Я хотел найти и шукал, думаю, что это за башня Симуамская. Что случилось с теми 18 человек, которые погибли? Для жителей Иерусалима это было известно, потому что Христос им каже, им это было зрозумяло новость, они про нее знали. Это так было. На великий жаль, мы не имеем никакого толкования, мы не можем ничего добавлять, отнимать, но из этих прочитанных слов я взял карту Иерусалима. И когда я на эту карту Иерусалиму вот так разгорнул, я ее подивился, я нашел Симуамскую башню. Она находилась на півдне города, на одном из углов города. Башня – это было укрепленное место в стене, потому что весь город был обнесен стеной. И через некоторые отриски, отстанки были башни. Они усилювали стену. Они были ширши, они были выше. Набагато их было видно. И в этих башнях жили люди. Там были векна, там был вхід на самый верх, там дежурили дежурные, которые наблюдали на лево, на право, чи город до города не приближается. И как раз Симуамская башня находилась на углу південної сторони города. За цей сценой началась Кедронская долина, долина Кедрона. И когда важнейше придетесь на карту, там видно, как из певничної сторони, из повышеної сторони горы моря, текло два родника, из которых город брав вод. Один из этих родников протекал в схидную сторону, а другий протекал в захидную сторону. И вот эти два родника сходилися біля цей Симуамской башни. Там был Симуамский басейн або купаль. И она была надзвичайно велика, которая вмещала величезную емкость води. И евреи разумели, те люди, которые жили в городе, саме надейное место, саме безопасное место, где можно укрыть себя, это жить в башне. Не даром в Приштах сказано, что имя Господня крепкая башна, и в ней укрывается правдник, и остается безопасным. Жить в башне, это было безопасно. Тем более жить в Симуамской башне. Там была рядом вода. Не страшно, если даже Иерусалим будет окружен, враги знали, что место, там, где находится башня, там не можно его завоевать, это неможливо его взять. Они шукали слабые места. Башня, это было крепкое, надейное место для жилья. И там жило, не знаю, сколько людей. Но вот одного дня ця башня упала. Ця башня под своими руинами накрила 18 невинных людей. Чему она упала? Это, возможно, мои догадки. Может, на это были причины, потому что вода, когда смотрите, воно сходило вниз, и, по-видимому, что вода робила свою работу. И вот одного дня оця пищевая вода была вимета из-под этой башни, потому что басейн, он доходил до самой сцены, он находился в углу біля цей селаамской башни. И ця башня завалилась. Я хотів би задати питання, чим думали ті люди, які жили в башні, что одного дня та башня звалиться. Я впевнений, вони ніколи про це не думали. Вони були впевнені, Христос наводить цей приказ, тому що ці люди були впевнені, і євреї знали, чому так сталося, за шо? Казалось би, можна було б закінчити думку, але Христос продовжує дальше і каже, для тих людей, які Його слухають, оточують, наводить ще третій приклад. В одного садовника багатого чоловіка був сад, і в цьому саду росла смоковниця. Цей хазяїн уже третій рік приходить і звертає увагу на цю смоковницю, на якій немає плоду. І хазяїн звертається до садовника і каже, я вже третій рік прихожу, я третій рік на неї звертаю увагу, я третій рік чекаю, що вона принесе плит, але його немає, зрубай її. Але в цій причці, яким висказує Христос, там є добрий садовник, там є хадатай, якого не було в Галиліян, які приносили жертв, якого не було в жителів Силамської башті, який би їх попередив, який би їм міг сказати, що вас опасно чекає. Там був садовник, який переживав, який заботився за це дерево, і він просить хазяїна, він умаляє хазяїна і каже, послухай, послухай, ось там те дерево ще на один рік. Я його окупаю, я облужу навозу, я все зроблю, що можливо, можливо, на слідуючий рік вона принесе плит, а якщо ні, зрубаєш її. Я сьогодні, читаючи це Слово Боже, коли я розсуждав, на мене прийшов страх, я зрозумів, ми можемо сьогодні так спокійно бути непохожі до тих галиліян, приносити жертву, бо не знати, що принесе нам завтрашній день. Ми можемо жити так спокійно, думати, ми в криті, ми в надежному місці, ми в сілоамській башні, але вона розрушиться, вона накриє тих, які в ній живуть. Євреї слухали, вони не розуміли, можливо, прийшов час, вони зрозуміли. З них був хадатай, прийшов той, який закликав, який хотів побачити в них достойний плід покаяння, щоб вони до Бога навернули, щоб вони пізнали його, як особистого спашителя, який прийшов, щоб їх спасти. Три роки, три роки Христос ховне, три роки Христос стукає, три роки Христос проповідує, а вони не зрозуміли. На четвертий рік, якщо не знайдеш плода, зрубаєш її. Коли дивитися на Єрусалим, ви знаєте, це печальна історія, слова, пророчі, слова Господа нашого Ісуса Христа збулися. Єрусалим до Христа віднісся безпечно. Вони думали, що так буде завтра і третєго дня, але приговор семишнього звершився. І коли ми читаємо історію, страшно. Про це описує історик Іосиф Флавий, коли в 70-х роках Єрусалим був окружений римлянами, вони розрушили всі стіни. Євреї вкрилися в храм, храм був спалений. Мільйон триста тисяч погибло євреї. Христос ненаребно сказав, плащте особі і у дітях ваших, тому що він знав і бачив, що чекає її спереді. Сьогодні Бог не смінився і ми не знаємо, який приговор Божий над імною і над тобою. Ми не знаємо. Ми живемо благополучно. Сьогодні мені і тобі Бог дарував день, де ти сидиш в собранні і слугаєш Слава Боже. Можливо, сьогодні ми маємо ще того доброго хадата, який хадатайствує за нас і просить остав. Може, ще якийсь час остав. Ми задаємо питання і часом нам не зрозуміло, коли ми бісєдуємо з молодими людьми, вони нам часом кажуть, а що ви від мене хочете, а що я повинен робити, а який я плит повинен приносити, я все роблю, що треба. Подивись на Івана, на Степана, я зовсім не такий. Не мені судити, не мені заглядувати ваше серце, але садовник посадив смаковницю, він не чекав, що вона принесе виноград, він не требав від неї груш, він не требав чогось більшого. Що ти можеш і що тобі дав Бог роби? Роби і ти не получиш осудження. Ми часом думаємо, що осуд тільки буде тим, які зло роблять, але часто це відбувається і ми не знаємо, що, почому так стається, ми не маємо відповіді, але про це знає один Бог. І сьогодні ми маємо добру можливість і слідувати себе внимательно, переглянути своє серце, поправити свій світіллі і слідувати і служити нашому Господу. Ми будемо звершати коліно прикладнену молитву. Ми можемо ще в тій молитві попросити у Господа милості, попросити його благословіння для себе, для своєї сім'ї. Подякувати тому доброму хадатою, який сьогодні хадатайствує, якого сьогодні мілость простерта над домом нашим, схиляючи наші коліна. Ми щиро помолимося. Амінь. Амінь. Люди, скарбами, шебетами, амінь. Амінь. Не з'яснююся, з'яснююся, ми в краю нашим, ми в краю нашим, ми живемо. Ми маємо достаток, ми маємо благополучення, Господі, ми в надежному саду Твоєму живем. Боже, доє приговор, поможи нам, поможи, Господь, я прошу, хай буде Твоя рука в милость, хай буде Твоя рука в поміч, в благословіння, для того, щоб церкву Твоя народ, Твій, жили для Твої слави, трудилися, скільки Ти даєш життя, здоров'я на цій землі. Ти знаєш кожного, Ти бачиш кожне серце, Ти бачиш і мене. Я предстаю перед Твою і прошу, да буде милость Твоя, да буде рука Твоя благословляюча на народу Твої, Боже, ми народ Твій, ми овсе пащне Твоєї, ми на Тебе уповаємо, ми без Тебе нічого не можемо робити, ми нуждаємося в тому, щоб Твоя рука благословляюча була на народу Твої, благослови Господі, благослови нас, поможи, благослови наше наслєднє, щоб вони жили для Твої слави, в ім'я Ісуса Христа, ми призываем ім'я Твоє, хай Ти будеш прославний житті нашого, хай наше життя буде цим плодовитим деревом, яке могло пронести плід для Твоєї слави. Будь благословений, будь прославний, Ти достоїн слави, і ми величаєм і славим ім'я Твоє, що ми маєм таке благополучнє, що ми насаждженуєм в Добі Твоєм, слава Тимі, Ти все зробив для того, щоб ми могли жити для Твоєї слави, і ми Тимі дякуємо за благополучнє, ми Тимі дякуємо за спасіння, ми Тимі дякуємо за силу Духа Святого, ми Тимі дякуємо за потоки, які Ти сьогодні зливаєш на церкву, на народ Твій. Слава Тимі! Поможи нам жити для Твоєї слави, поможи нам виконати цю працю, яку Ти поручив сьогодні ісполити для церкви, бути світлом, трудитися для Твоєї слави і приносити плід. Поможи нам цьому. Благослови надальше це служення. Хай Твій Дух Святий сьогодні трудиться над нашими серцями, хай сьогодні Ти розполагаєш і поможеш нам, щоб мілость Твоя була надальше, щоб ми б жили і трудилися. Благослови нас, поможи і за все будь прославлений, Отець і Дух Святий. Амінь. Дух Святій Дух Святій Дух Святій Дух Святій, Хай Твій Дух Святій Дух Святій Дух Святій, Знову беда зі знову беда зі знижнім Твоїм. Знову беда зі Дух Святій 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 Д Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Субтитры подогнал, Симон. Субтитры подогнал, 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 Благословения дожди падут последним поколениям. И так бывает в сентябре, сияет солнце и светом. Золотую осень на земле Христоса дарит Божьим светом. Ты зимы не бойся, лучше к ней готовься. Видишь, лето не вечно, так не будем беспечны. Та зима будет краткой, не для верных награда. Сам Спаситель во славе заберет, не оставит. Ты зимы не бойся, во Христе сокройся. И зимою снежной на Него надежда. Та зима будет кратка, в ней для верных награда. Сам Спаситель во славе заберет, не оставит. Сам Спаситель во славе заберет, не оставит. Сам Спаситель во славе заберет, не оставит. Слава Богу! Господь посетил, несутся по городу вести. Господь нас решил посетить, и кто удостоится чести, его в своем доме почти. Подумала я в своем сердце, а может ко мне он зайдет, как принять великого гостя, в квартире порядка ведь нет. Нельзя оставаться у покоя, когда у нас нет чистоты. Шлифую я, чищу и мою, ношу, расставляю цветы. И в самом разгаре работы старушка мне в двери стучит. Болезнь, нищета и заботы придали ей нищенский вид. Но я ей сказала, глядите, я занята всюду дела, жду важного гостя, простите. И бедная дальше пошла, но вскоре другой появился, измученный, бедный, без сил. Казалось, от ветра валился, и так он смиренно просил. Я с ранней зари совершаю далекий, тяжелый мой путь. Устал, изнемог, умоляю, позвольте зайти, отдохнуть. Но я лишь сказала, как жалко, что вас не могу я принять, жду важного гостя сегодня. И дальше пошел он приюта искать. Под вечер кончалась работа, все приняло праздничный бит. Томила одна лишь забота, как скоро Господь посетит. Я думала, выйду навстречу, ему поклонюсь в тишине. Вдруг вижу, дитя что-то плачет и прямо подходит ко мне. Оборвана вся одежонка, глазенки от плача блестят, облитая кровью ручонка и мокрые ножки дрожат. Я только сказала, о, Боже, малютка и терпит нужду, но помощь ей может дать всякий. Я гостя великого жду. День прошел не напрасно, работа повсюду видна. В квартире уютно, прекрасно, и молча сижу я одна. Не видно людей на дороге, в калитку не смеют стучать, не слышно шагов на пороге, осталось молиться и ждать. Минута бежит за минутой, Господь дорогой не спешит. Зашел он кому-то другому, там радость и счастье царит. Вскричала я в скорби глубокой, и сделалась больно так мне, что слезы полились потоком в безмолвной ночной тишине. О счастье своем сожалея склонилась на грудь головой, Уснула, и вижу во сне я, явился Господь предо мной. Любовью светились очи, когда он со мной говорил. Я днем, а не в сумраке ночи, три раза к тебе приходил, три раза меня отсылала приюта у ближних искать. О, Боже, в слезах я сказала, тебя не могла я узнать. Прощая, сказал он, но все же прошедшее не возвратить. Кто ближним в беде не поможет, тот не упустил послужить. Аминь. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Мы трошки сгадали про то, что было больше 20 лет там, когда мы были на служении. Мы очень часто спрашиваем себя, какой мой результат служения Богу. Как я служу Богу? Что это служение Богу? И каждый из нас старается сказать, что то, что я делаю, это и есть служение Богу. По сути, это правда. У каждого из нас свои способности и таланты. Слово талант не имеет ничего общего в нашем языке с словом талант, который мы встречаем в Библии. В нашем языке слово талант – это способность. В Библии слово талант – это мера веса. Это вес. 28 килограмм. Поэтому я не говорю о мере веса, я говорю о способности. И каждый из нас наделен определенным видом дарования служить Богу и людям. И вот, когда мы читаем русский перевод, я читаю украинскую Библию, но есть и русский перевод. У нас есть такое место послание к Тимофею. Первое послание. Шестая глава. Всем известные слова. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Вы знаете, за свою жизнь я видел очень много благочестивых людей. Немало я видел и довольных людей. Но чтобы быть благочестивым и довольным, не приходилось. Может быть, вы встречали таких людей. Повторяю, отдельно благочестивых видел. Немало, даже знаю, довольных людей. Но чтобы вместе и довольны, и благочестивы, это сложно понять. Вот когда мы читаем украинский перевод, он по-другому звучит. Я читаю его украинским Евангелем, украинский перевод. Тот же самый стих шестой, шестой главы первого послания апостола Павла к Тимофею. Великий же зыск – то благочестие из задовольния. Великое приобретение – это быть благочестивым с удовольствием. Это большая разница. В чем смысл? Что такое слово «благочестие»? У нас есть каждое свое понимание. Это объемное слово, и каждый в него вкладывает свое понимание, значение. Но оно очень простое. Это слово, доступное, которое мы встречаем сегодня, и оно почему-то стало словом нарицательным. Если хотят тебя обидеть, говорят, что ты религиозник. Вот я себя считаю религиозником. Отсюда и до пятки. Я религиозный человек. Ну и в нашем современном мире это как будто оскорбление. Но я не считаю, что это оскорбление. Потому что это слово встречается в Библии. Слово «религия» – это ничто другое, как… Это латынь. Мы иногда используем слова другого происхождения. И оно звучит на нашем языке, в нашем языке, как служение Богу. Все на все. Религия – это служение Богу. Это не обзывание, это не унижение. Это просто слово, которое в нашем значении – служение Богу. Поэтому великое приобретение – это служить Богу с удовольствием. Не просто служить Богу. Не просто так отбывать свою повинность. Но каждое действие должно быть, если оно делается во имя Божие, оно делается с удовольствием. И только тогда наше служение будет засчитываться у Бога и будет вноситься на наш счет, будет засчитываться нам, как приобретение. Точно так же, как мы идем на работу, и мы, я полагаю, никто из нас не работает за так. Просто вышло на работу. Каждый желает за свою работу получить какую-то сумму денег. А если не получили, значит, напрасно мы этот день были там на рабочем месте. Вот точно так же. Если мы служим Богу без удовольствия, нам ничто не засчитывается. Мы можем быть в церкви, можем быть участниками различного вида, давно иного действия. Будет ли это стихотворение, чтение, будет ли это песнопение, хор, группы индивидуальные, будет ли это проповедь Евангелия, наставление, что угодно. Но если это делается без удовольствия, оно не засчитывается. Если я являюсь служителем ашерной службы, если это делаю как повинность, мне не засчитывается. Если я дежурую на парковке, и это делаю без удовольствия, мне не засчитывается. Все мое служение напрасно. Я провел неделю, год, месяц, делая просто повинность. Но если делаю это с удовольствием, с отдачей самого себя, с вложением своего внутреннего мира, тогда мое служение, оно имеет для меня приобретение. Я получаю за это то, что только узнаю, когда приду в царствие, наше царствие, которое для нас готовил наш Господь. Поэтому служите Богу с удовольствием. Великое приобретение – это служение Богу с удовольствием. Великий же зыск, то благочестие из задоволения. Вот такое обращение ко всем нам. Отношение людей всегда сложный фактор в любом обществе. И еще более сложно является взаимоотношением между родственными людьми, между родителями и детьми, между братьями и сестрами, между родными по крови. Почему-то они всегда сложные. Почему-то дети, когда они вырастают в семье, маленькие дети, да и потом и взрослые дерутся между собой. Мы же родители не воспитываем их так, чтобы они за что-либо бравшись, говорили, это мое. А второй ребенок говорит, нет, это мое. И между ними начинает быть какая-то непонятная ситуация. И иногда и поцарапают, иногда потянут за волосы, иногда ударят. Ну как же, ну же родные, ну воспитываем их одинаково. А они имеют свой характер. Ну пусть это будет в детском возрасте. А когда уже люди становятся взрослыми, когда у них начинает уже мир восприниматься не как детский мир, а мир, который расширяется за горизонты их понимания, как здесь быть. Опять же, это мое, это не мое, это могло бы быть моим, но мне не досталось. Это то, что мне как будто бы принадлежит, но у меня его забрали. И очень больно, когда родные люди не разговаривают между собой годами, когда родные люди не общаются годами, когда отец с сыном не могут найти разговор, они только односложно общаются друг с другом. Да? А? Междуметье? О! О! Междуметье нет! Отрицательное слово. Все. Это страшно. Когда родные не могут общаться, но еще страшнее, когда у них есть ненависть и непрощение. Это страшное, что может только быть, потому что непрощение съедает человека до основания его внутреннего мира. Ничего не остается, остается одна пустота, наполненная горечью, им же придуманной обиды и им же выдаванным миром, в котором он живет, миром непрощения, что ведет к принятию очень плохого решения мести. Ветхий Завет История царя Давида Великий Царь, который встал на служение благодаря тому, что Бог увидел в нем человека по сердцу своему. Да, Давид был как один из нас, он был живым, он был действенным. Когда он был молодым, у него были свои интересы, желания, цели. Он не считался с многими вещами, он мог позволить себе быть свободным, независимым. Он мог действовать так, как в тот момент он и действовал. Но когда он стал царем, когда в нем, в его доме начались, начали рождаться дети, особенно сыновья. Сыновья разные, от разных жен. Мы говорим о позиции Ветхого Завета, не сегодняшней позиции. Сегодня, конечно, семья – это один муж, одна жена. Это законно. Так учат Евангелие. Но в то время так было. И мы никого не можем осуждать, если Бог их не осуждает. У Давида было много жен, у него было много детей. И всех он их любил, одинаково любил. Нам кажется иногда, что есть любимчики, менее любимые, но у родителей все дети одинаковые. Любишь больше того, кому в данный момент тяжелее всего. К этому ребенку наибольше открывается сердце, потому что ему нужна защита, помощь, ему нужна теплота, любовь. И другие дети, которые находятся не в таком положении, как будто чувствуют, меня мои родители меньше любят, меня родители меньше опекают, меня меньше они, со мной меньше времени, ах, я как будто уже не такой, как вот тот и называет имена своих родных по крови брата и сестры. Так вот, когда дети были маленькие, вроде бы все было в порядке, но они имеют возможность и почему-то дети растут. Маленькие дети не дают спать, а большие не дают жить. И что хочешь, делай. И вот когда они вырастают, у них свой мир, у них свое понимание, воспитывают одинаково, то они разные. Ну, один любит вот это, другой любит другое. Ну, как одинаково, один папа, один мама. Одно в одно воспитание, все одно, а дети разные. Но почему разные? Разные. И вот в этой семье, когда вырастут дети, произошел один случай. А старший его сын Давида, который, возможно, не утверждаю, но, возможно, мог бы быть и его наместником, не знаю, повторяю, не знаю, просто так, предположение. Он был старший. Что-то в его сердце произошло, когда увидел свою сводную сестру, родную по отцу, но у них разные мамы. Ее имя Тамара. Она была родная сестра Авесолома, сводного брата, опять же, сына Давида, но они были родные только по отцу. И когда он ее увидел, у него появился внутренний мир, и в его сердце появилась похоть. Это плохое слово, определяющее нездоровые тенденции, живущие внутри человека. Он так захотел познакомиться поближе с Тамарой, чтобы она в конечном счете обратила на него внимание, притязание. Но она не захотела отвечать на его притязание. Случилось так, что он уже не мог спать, не мог есть. Страст доводит человека до крайних положений. Не спит, не ест, не ходит, не лежит. В голове только одна цель добиться своей родной сестры, добиться, чтобы она стала его или женой, или наложницей, не знаю, что он думал. Но как будто бы благочестивые намерения были в его сердце. И вот, видя в его состоянии, друзья советуют ему, как поступить. Он так и поступает. Он говорит, что я больной, он говорит, что мне плохо, что я умираю, так, что мир для меня закончился. Вот если она придет и что-то мне приготовит, вот тогда я, может быть, еще буду живой. Обман имеют всегда короткие ноги, его легко узнать. Но не всегда люди ощущают обман, если исходят от близких людей. От дальних мы всегда как-то что ли научны или расположены чувствовать, а может быть это обман. но когда он исходит от близкого, от брата, от сестры, от папы, от мамы, от тети, дяди, меньше защита. И вот подавшись на этот обман, сестра Авесолома, она вошла в ту комнату, где был Амном, и он силой взял ее, обесчестил. И когда он добился ее силы, вот эта страсть, как будто любовь, она превратилась в ненависть, все. И он ее выгоняет, она опозоренная, идет, встречает своего брата, Авесолома, и рассказывает ему о том, что было, что произошло. Авесолом услышал, говорит, молчи, ничего не говори, мы решим этот вопрос. Он идет к своему отцу, к Давиду, рассказывает ему, что было. И он ожидал, что отец, царь, поступит по правде. И вот когда он рассказал Давиду, 13 глава, 2 книга царств, 21 стих. 2 книга царств, 13 глава, 21 стих. А царь давит пучу проце и сильно разгнило все. Амнон рассчитывал, что отец поступит как царь, как судья. Он сделает решение верное по отношению к своему сыну, Авесолома, брата. И грех будет накажен, и преступление будет осуждено, и Амнон будет казнен согласно закона и государства, и учения закона Моисея. Он должен быть убит. Но когда Давид услышал эту историю, он всего-навсего разгневался. Авесолом ожидал, что будет наказание, что будет смерть, что будет порицание, что будет осужден этот человек. Да, это его брат, но он же злодей, его нужно наказать. Но как мог Давид наказать своего сына? Давид мог наказать тысячи людей. Когда Муавитян он наказывал, он взял меру, шнур, веревку. Они были построены родами. И он начал отмерять. Два на жизнь, один на смерть. И вот сколько там стояло людей в этой шеренге от его и до конца. На смерть отдавались. Он не щадил никого, кто нарушал закон, должен быть наказан по закону. С врагами он поступал без всякого сожаления. Но здесь, здесь, здесь его сын. Да, он преступник. Да, он поступил неправильно с его же Давида дочерью. Она такая же дочь его, как и. сын Амнон. Одинаково это же его дети. Как здесь поступить? Люди очень часто жестоко ведут себя по отношению к тем, кто им не родственным. Они как будто и близкие, и знакомые с одного города, с одного селения, даже с одной церкви, может быть, с одного общества, но они не родные. И вот когда что-то случается, какое-то действие, которое не вписывается в закон в закон этого общества, так легко его наказать, осудить. Если я говорю о церкви, отлучить, передать забвению до пришествия, все выливается, потому что да, но он не мой. Но когда это родной сын, родная дочь, родные родители, братья и сестры, а Весолом ожидал, что его брат будет наказан, но не мог Давид, не мог Давид. Он мог любого наказать, но не мог наказать своего сына. Родители, легко наказывать своего сына? Легко отдать своего сына на смерть за преступление? Чужого отдам, а своего родного? Да, он преступник. Сложно, правда? Поэтому, когда бывают такие ситуации, не нужно осуждать, но и не нужно быть жестоким другим, потому что не знаешь человека, что будет твоей жизнь, когда вырастут твои дети. Не знаешь. Поступаем милосердно с другими, и кто-то милосердно поступит с твоим сыном. Давид не мог убить своего сына. Да, он разгневался, но это его сын. И вот Ависалом. Ожидая справедливого суда, но не получив его, ожидая быть свидетелем торжества, закона над преступлением, не получив его, не имея ни капли сострадания к своему брату, он вознедовидел Неамнона. Он вознедовидел своего отца Давида. И этой ненавистью он стал жить. Он стал жить. Прошло два года. Два года, знаете, столько событий разных бывает. Уходят многие, приходят некоторые, меняются, так и забываются, знаете, как бы ни была боль, она забывается. Люди могут все забыть, только не те, в которым поселяется ненависть и непрощение. Эти люди не могут жить ни одного дня, не составляя плана мщения тому, кому они не простили. Два года. Как будто все забылось, как будто все в порядке, как будто отношения уже наладились. И слышит Давид, как его сын, Авесолом, желает сделать праздник и зовет на этот праздник всех своих братьев, сестер, не знаю, но братьев зовет. Он как будто чувствует какой-то подвох, он чувствует, что-то нет в этом приглашении, нет чистоты, нет искренности. Но он не мог подумать, два года прошло. Так это же такой срок, что уже давно можно было все просить. Не тут-то было. Он с трудом, но дает согласие, собираются они на праздник. Авесолома тот же за это время не только сам, но нашел своих друзей, которые разделили его ненависть, которые приняли его позицию, вошли в его состояние и стали соучастниками его преступного плана. И в конце концов зло было наказано руками Авесолома. Брат Амнон был убит. Это только первая часть. Первая часть этого преступного плана. сестра ее честь отомщены. Авесолом был очень красивый молодой человек, очень красивый. В Израиле вообще-то считалась красота не только по внешности и по росту. Первый царь Саул был избран царем. Он был красивый, потому что был высокий. высота это всегда красота. Сейчас оно по-другому, но тогда ростный человек это красивый человек. Помните, когда пророк Самуил пришел в дом Давида к отцу его Исею. И когда отец стал звать своих сыновей, чтобы показать пророку, кто из его сыновей, он же знал, для чего пророк вошел в его дом. Кто может быть царем, следующим царем в Израиле, когда вошел старший брат Давида, он был высокий рост, говорит нам в Писании, и пророк увидев его, он говорит, его первое выражение, его эмоции от того, что он увидел, он высокий, значит, такой же, как и Саул, точно такой же. Значит, он может быть царем, он говорит, это точно следующий царь Израиля. Бог ему говорит, Самуил, остановись, это не он, сколько был царем старший брат Давида, сколько он был царем, он же услышал слово от пророка, известного, авторитетного, его слово было, как слово Бога на то время. Сколько он был царем, старший брат Давида, десять секунд, не больше, но эти десять секунд изменили всю его жизнь, полностью изменили. Он жил в ненависти к своему брату Давиду и не простил его больше никогда. За десять секунд ошибки пророка. А Веселом был красивым, очень красивым, высокий ростом, наверное, волосы его были кудрявые, жесткие, очень сильные, большие, раз в год он обревал голову двести шеклей, говорит, написание, 200 шеклей вес волос, каждый шекель на нашу меру американскую, не буду говорить европейскую, 11 грамм, это более чем два килограмма волос, копна волос, здесь три волоса, уже считаю, что много, а здесь копна целая, красивый, и у него была красивая сестра Тамара, и вот Авесолом ее очень любил, очень любил, и когда у него, у Авесолома родились дети, и у него родились сыновья и дочь, так он дочь свою назвал в честь своей сестры по имени Тамара, когда человек кого-то любит, он называет своих детей в честь того, кого он любит. Это говорит, это нам Писание говорит, поэтому он так, Авесолом мстил за свою сестру, но он не мстил, а он мстил Давиду. Проходит время. Три года он живет в изгнании из-за того, что убил своего брата. И три года это один из сложных периодов и для Давида, и для дома его. И вот проходит три года и Юав сын Церуи он находит возможность поговорить с Давидом, чтобы возвратить в дом Авесолома из изгнания. Тот живет в Гешуре. Разговор разговор, кто читает Библию, эту историю я не буду пересказывать. Разговор, договоренность, да, Авесолом возвращается обратно, назад, возвращается в дом своего отца и два года, два года, уже семь лет от событий с Тамарой. Он не видит лицо своего отца. Живя в Иерусалиме, он не видит лицо своего отца Давида. Но время лечит, и Давид изменился, и Давид поменял свое отношение к Авесолому. Отец есть отец, чувства никуда не денутся, они остаются. И вот Авесолом претворяет жизнь в свой главный стратегический план убить своего отца, уничтожить его буквально из-за того, что он не поступил, как он, Авесолом думал, поступит Давид. Круг его друзей расширяется. Круг знакомых, разделяющих его взгляды, расширяется. Он ведет тайные и явные переговоры. У него план не только созрел, он начинает претворяться в жизнь, даже самый лучший друг Давида Ахитофел, голос которого, решение, которое считалось как решение Бога, и то встал на сторону Авесолома. Как грех, как ненависть, непрощение, родившись внутри человека, она сожгла его до основания, ничего не осталось, только одна ненависть и непрощение, но это куда бы ни шло, если это было только внутри человека, ненависть, она никогда не остается внутри, она действует, и как эти щупы, цена разрастается шире, шире, охватывая все шире территорию и больше людей захватывает. Давид из царя притворяется маргинала, 400 человек с ним только из большой армии, никого нет с ним, осталась маленькая кучка людей, как ненависть находит своих соратников, как ненависть находит обиженных, он же царь, он же поступает как царь, и не все воспринимают его действия как царя, о, он меня обил, а, а здесь есть руководители обидчиков, о, весолом, о, точно, он нас всех защитит, и никто не понимает, что о весолом движим нежеланием Божьим, он движим ненавистью своей, он движим своим непрощением, Давид убегает в пустыню, и о весолом, чтобы до конца уничтожить своего отца, по совету Ахитофела, на крыше царского дворца, царский комнат, его дома, ставит большую палатку, и на глазах всего Иерусалима, в эту палатку вводят жен Давида, в этой палатке находится авесолом, и он обещащивает до конца имя своего отца. Месть, месть, это страшный грех, унизит своего отца, хотя его первое желание было правильно, как будто бы отомстить за унижение своей сестры, но использовал закон, он становится врагом закона, потому что унижает до конца своего отца Давида. Это был страшный грех, страшное унижение. И вот в этот момент, именно в этот момент, когда Давид с небольшой группой людей, с небольшим количеством его верных людей, находясь в пустыне, находясь в удаленной месте, отброшенный, оставленный, униженный, раздавленный людьми. Он пишет в этот момент самый лучший псалом, который мог бы написать человек, находясь в таком состоянии. И он звучит так, читаю по-украински. Господь то пастор мий, тому недостатку не буду. На посовистках зелених оселить мене, на тиху воду мене запровадить, він душу мою відживляє, проводить мене ради имения свого по стежках справедливості. Когда я піду хотя бы даже долиною смертної темряви, то не буду бояться слогу, бо ти при мені твоє жезло і твій посух, вони мене втішать. ти перед мною трапезу зготовив при моїх ворогах, мою голову ти намостив оливою, моя чаша, то надмір питья, тільки добро і милосердя будуть мене супроводити по всі дні мого життя, а я буду в домі Господні долгі часи. Вот що пишет муж Божий, оставленний, унижений, раздавленний, выброшений людьми, але не оставленний Бог, Господь, пастыр мой. Последні сраження і начавшись як будь-то би з предказуемого вже окончання победи Авесолома над Давидом, оно заканчивається пораженням армии Авесолома і його смертью. Запутавшись своїми волосами в ветвях дерева, він трижди продзінний стрелой умирает. І в цьому состоянию Давид плачет. Він горько плачет і кричит, «Сын мой! Авесолом! Сын мой! Авесолом! Давид, почему ты плачешь? Он же хотел тебя убить! Он же все сделал, чтобы тебя уничтожить! А для Давида і сын Авном, його сын, і сын Авесолом, його сын! хтось плачет плачет у Давида буде рожден рід рід від фірсавію, Давид тож плакал. Але коли він умер, цей рід рід, він , Он поднялся, умылся, сказал, дайте мне пищу. Удивили все. Он говорит, нет, с ним все в порядке. Я знаю, где он. Вот туда, где он и я приду. А здесь Авесолом. Он знал, что кончина Авесолома – это не радость. Это вечная погибель. Поэтому он так горько плакал о сыне своем. Он просил его, что отцовское сердце не может носить в себе горечи, ненависти, проклятия. Не может желать сыну своему зла. Отцовское сердце, оно только может желать добра для своих детей. Поэтому он так плакал. Сын мой Авесолома, он знал все спасение и прощение Авесолому нет. Вот такая история. Если у кого-то в жизни появилось сомнение в том, что родители поступили неправильно, если кто-то считает, что они сделали не так, как нужно было сделать в отношении к вам, они поступили несправедливо, дав больше внимания кому-то из ваших братьев или сестер больше, чем вам, или они дали какие-то материальные ценности больше кому-то, чем вам, или сказали вам горькое слово, которое вы считаете, что оно несправедливо, «Дорогие мои, непрощение приводит к страшному результату бесславной смерти». «Мне еще есть время, пастор?» «Я не вижу часу. Если не вижу, то я буду долго говорить». «Не видно». «И второй пример, кратко, кратко, пастор, кратко». «Можно? Спасибо». «Я у вас не часто бываю. Раз на 13 лет можно». Второй пример. Авраам и сын его Исаак. Сын старости, сын радости, сын утешения, как можно назвать по-любому. Но он воспитывался мамой своей. Мама его воспитывала. Да, он был сыном обетования, но воспитание он получил от мамы. Мы нигде не читаем до определенного места, что Авраам и Сара, они жили в разных местах. Где Авраам, там и Сара. Где Сара, там и Авраам. Но когда Сара умерла, Авраам пришел на похороны Сары. Уже в это время у Авраама была кто-то другая женщина. Об этом нам говорит книга пророка Малахи, вторая глава. Дома внимательно почитайте. Кажется, после 16 стиха. И не мог Исаак просить своему отцу Аврааму то, что он оставил его маму. Он его очень любил. Когда Сара умерла, он три с половиной года плакал о маме своей. Так написано. И когда отец увидел, что безысходное положение, ну умирает 40 лет человеку, а он плачет о маме своей. Ну три с половиной года. И он, это известная история, сказал слуге, слугам нашел для него жену. Когда он ее увидел, а он знал, что это его родственница, это из дома его мамы. И он, невзирая ни на что, даже не видя ее, потому что она лицо закрыла, он был рад, что это ему напомнит его маму. И он вышел из шатра мамы своей. И он побежал навстречу, взял свою драгоценную невесту, ввел в шатер мамы своей и утешился по маме своей. Это Писание. Когда Авраам уже состарился, он разделил все имущество, дал своему сыну Исааку, кое-что дал для сыновей Хитуры, и еще дал сыновьям наложниц своих, 25 глава книга Бытия. Там не было одной наложницы, множественное число. Но не мог, не мог, не мог Исаак, не мог. И отец ему дал не только овец, корову, он дал ему и колодцы. И вот, когда Исаак получил в Палестине колодцы, он из-за непрощения своего отца разрешил филистимлянам засыпать колодцы своего отца. А что такое в Палестине без воды? Это смерть. Прошло время, колодцы засыпаны, а пить-то нужно. И он начинает копать колодцы. И он копает, достает какое-то количество воды, но он не знает, что это вода. Или из подземного источника, где живая вода, она течет. Или это вода от дождя, она проходит сквозь толщу грунта и оседает в пещерах. Это дождевая вода, это мертвая вода. Мы встречаем в Библии два слова – живая и мертвая вода. А как узнать? Когда нам нужно что-то сделать, обычно на заводах, на больших заводах, есть образец. И по нему всегда потом делают следующую деталь. Есть от чего отмерить, посмотреть, соответствует ли. И то, что так же и вода. Вот как узнать? Он копает, но не знает, эта вода дождевая, то есть мертвая вода, или эта вода живая, у него вкуса нет. И что делает сын Авраама, сын обетования, Исаак? Он прощает своего отца. А в чем это видно? Он стал откапывать колодцы своего отца. Когда он откопал этот колодец, он пробует воду из колодца на вкус. Теперь он пробует из колодца, который он выкопал. У него есть сравнение. Попробовал, но это вода мертвая, это дождевая вода. Копает в следующих колодец. Попробовал, нет, это вода мертвая, это не соответствует воде из колодца моего отца. Когда он копал и однажды пробует воду, здесь и здесь, одинаковый вкус, та же вода, слава Богу. И он называет именем своим этот колодец. Если мы хотим быть благословенными, если хотим мы в нашей жизни, в семейной жизни пить живую воду, если у нас что-то нет, мира с нашими родителями, откопаем колодца, который мы разрешили закрыть. И только тогда мы сможем в нашей жизни что-то хорошее сделать и построить. Если у нас есть такие люди, я не буду говорить, что вы выходили, ничего не буду говорить, вы сами знаете, что нужно сделать. Находясь в этом месте, если вы чувствуете, что вам нужно освободиться от вашего непрощения, сделайте это, скажите, Господи, я прощаю. И кого? Называйте кого? И сделайте это искренне, чтобы вам опять вернула жизнь. Без этого невозможно, без прощения, найти живую воду невозможно. Но если это сделать, просто сказать нужно, прости меня, Иисус, что я только так долго, или недолго, имел подозрение по отношению, и я полагал, что это несправедливо, что это плохо. Да, я протягивал руку. Да, я столько годов. Семь лет! Семь лет! А весело моя история. Как будто все, нет. Если это мы сделаем, мы будем отсюда благословенными. Если нет, гнев и ненависть съест любого человека, как насело, а весело. А прощение только может быть у нас, потому что это дар от Бога. Просите этот дар. И прощайте так, как Бог просил нас в Иисусе, Христе. Будьте благословенны, мир Божий в вашем сердце добудет. Мы сейчас молимся, мы преклоняем наши колени к этой молитве, мы склоняемся и молимся перед Богом.